Имя русского генерала Якова Петровича Кульнего Род Кульневых своими корнями уходит в начало XVI века. Уже спустя столетия большинство членов семейства были служилыми дворянами или помещиками. И дед Якова Петровича Василий Сафронович со своим братом Осипом. И отец Петр Васильевич, который дослужился до секундант-майора. Военными также стали почти все родные братья Якова – Иван, Михаил, Василий и Николай. И только Павел стал священником. Как большинство военных, Кульневы жили скромно на воинское жалование, а также на деньги от постепенной распродажи земли и крепостных христиан. Для Якова Кульнева примером всегда оставались его родители – отец Петр Васильевич и мать Луиза Ивановна. Петр Васильевич Кульнев был храбрым воином и честным служащим. В 1783 году после тяжелого ранения Петр Васильевич был назначен городничем в Люцем – это современная территория Латвии, куда и переехал со своей семьей. Пробыл он в этой должности до конца своей жизни, то есть до 1795 года. Мать Якова Петровича, Луиза Ивановна Гребениц, родилась в Пруссии. Она была женщиной кроткой, высокоморальной. На протяжении всей жизни, а прожила она 66 лет, Луиза Ивановна всегда оставалась для своих детей образцом женственности и материнства. Благодаря ей отношения между детьми были очень теплыми и близкими. Об этом говорит и переписка, ставшая неотъемлемой частью жизни Кульневых. Вот несколько строк из писем Якова Петровича своему брату и своей матери, датированных 1805 и 1809 годами. Заклинаю тебя, любящий брат, не будь ленив, пиши же мне чаще по приложенному всем адресу. Ты же знаешь, как грустно в чужой земле не иметь известия о своих близких. Твой верный брат Яков. Целую ваши почтенные ручки и пребываю всегда с самыми глубоким уважением. Моя дорогая матушка, ваш покорнейший и послушный сын Яков. Будучи любящим и заботливым сыном, в своих письмах к матери Яков Петрович очень сожалел о редких встречах с ней. По воспоминаниям современников, родители Кульнева были очень гостеприимными людьми, водили дружбу с известными особами, в частности, со знаменитым русским полководцем Александром Васильевичем Суворовым. Родители Кульнева были похоронены в Люцине. Их могилы до наших дней не сохранились. В семье Кульневых было семеро детей, шесть сыновей и одна дочь. Яков Петрович был вторым ребенком. Он родился в июле 1763 года. По семейной легенде, это произошло по дороге из Полоцка в Люцин, практически там же, где спустя 49 лет и погиб генерал Кульнев. Ребенок появился на свет на почтовой станции Севошина, что в 30 километрах от Полоцка. В семилетнем возрасте мальчика вместе с четырехлетним братом Иваном отправили учиться в сухопутный шлихетский кадетский корпус. Первые три года в корпусе Яков часто болел и поэтому отставал в учебе. Но в последующие годы Кульнев наверстал упущенное. Физическое воспитание, полученное Яковом Петровичем, помогло закалить тело и укрепить здоровье. В дальнейшем он с легкостью переносил все тягоды армейской службы. Любимыми предметами во время учебы были литература и история. Он с увлечением читал труды греческих поэтов и римских философов. По окончании учебы в корпусе за усердие и дисциплину Яков Петрович получил большую серебряную медаль и в возрасте 22 лет в чине поручика начал службу в Черниговском пехотном полку. Но мечтой молодого поручика была служба в кавалерии. Яков Петрович при всей своей известной горячности и лихости был человеком целеустремленным, болевым и настойчивым. И к концу первого года службы он добился перевода в Санкт-Петербургский драгунский полк. Кульнев сочетал в себе качество благородного дворянина и образцового офицера. На службе и в жизни он следовал традициям своего кумира Александра Васильевича Суворова. Как настоящий поклонник спартанского образа жизни, Кульнев разделял с солдатами все тяготы их армейской жизни. Носил солдатскую шинель, хлебал из общего котла щи да кашу, умел предусмотреть всякие нужды простых солдат. Две отличительные черты были присущи Якову Петровичу – преданность Отечеству и ревностная воинская служба, которая ни при каких условиях не тяготила его. Начав карьеру, он почти 11 лет прослужил поручиком, затем еще 12 – майором. Жалование, которое всецело уходило на питание, экипировку и лошадей, было мизерным. Зачастую голодный, в старом поношенном мундире, когда любой расход велся с учетом строгой экономии, Кульнев вместе с тем оставался отцом солдат и душой общества. Он получил прозвище Люцинского Донкихота и так же, как герой Сервантеса, был нищ, но благороден. Его уделом, как настоящего рыцаря, были постоянные странствия. Это прозвище ему очень нравилось, и в письмах к братьям Кульнев неоднократно именовал себя именно так. «Я здоров и все тот же Донкишот, как ты меня знал. Остаюсь навсегда твоим верным брат и другом Яков». На портретах, а их сохранилось всего шесть, Кульнев предстает перед нами высоким, красивым, широкоплечим гусаром с густыми волосами и пышными усами, сливающимися с бакенбардами. А вот, как описывал Кульнева, его сослуживец и друг Денис Давыдов. Росту он был высокого, почти двух аршин десяти вершков, был сухой, широкой кости, немного сутуловат, имел темнорусые, сильной проседью волосы. Популярность Кульнева была напрямую связана с его боевыми заслугами перед Отечеством, его отчаянной храбростью, азартом и непобедимостью в боях. Формулярный список Якова Петровича за 1811 год дает нам представление о ратном труде героя, его награждениях за мужество, храбрость и благоразумное расположение. Яков Петрович участвовал в семи военных кампаниях, имел множество наград, в том числе и наградное оружие, золотую саблю с надписью «За храбрость». Находясь на службе в русской армии, Кульнев всегда был на передовой. После польской последовала прусская кампания. За участие в ней Яков Петрович получил высокие боевые награды, орден Владимира IV степени, орден Анны II степени и воинское звание полковника. Но переломным моментом в карьере Кульнева стала финно-шведская кампания 1807-1809 годов, когда Яков Петрович получил звание генерал-майора и орден Святого Георгия III степени. В это время к Кульневу пришла всенародная любовь и известность, которую он ценил выше всего. Уважали русского полководца не только сослуживцы, но и враги за неустрашимость в бою, за великодушие к побежденному противнику и мирному населению. Во время финской кампании полковник показал себя еще и прилежным воспитателем. На постой в одном из домов он без конца возился с детьми неприятеля, за что позже был во свет в поэме известного финского поэта XIX века Руненберга «Рассказы прапорщика Штоля». И хотя биография Якова Петровича наполнена боевыми походами и сражениями, по натуре он был мирным человеком, в одном из его писем мы можем прочитать следующее. «В самом веществе война – самое успешнейшее, ничто иное есть, как истребление роду человеческого и разорение жителей, на что без содрогания сердца взирать невозможно». И еще несколько строк из письма к жене своего брата Ивана Дарьи Алексеевне. «О войны, гибельные для рода человеческого, не только матья страждут, кто участвует воной, но и вы, несчастные, чувствуете бремя отоны в разлуке мужей своих». Правда, будучи уже седоволосым генералом, службу Яков Петрович мог бы променять на семейную жизнь. В возрасте 47 лет он решил, наконец, жениться. Его невеста была дочерью состоятельных польских дворян. Молода, умна, достаточно образованная и эффектна. По окончанию войны с французами должна была состояться свадьба, но отец невесты не был в восторге от предстоящего бракосочетания. Этим и были продиктованы условия невесты, предъявленные Кульневу относительно службы. Но выбор Яков Петрович сделал не в пользу семейной жизни с молодой женой. «Сколь не сильна страсть моя к вам, но привязанность к Отечеству и клятва, которую я дал сам себе служить моему государю до последней капли крови, восторжествует над всеми чувствами, которые я питал к вам, даже над всеми слабостями, свойственными мужчинам. Вы свободны. Прощайте». Никто не ожидал, что бесстрашный генерал сложит голову там, где когда-то родился. Произошло это на Полочине летом 1812 года. В чине генерал-майора Яков Петрович командовал аборгантом русской армии, Гродненским гусарским полком. Основной задачей Кульнева было, как обычно, отвлекать внимание противника, вводить его в заблуждение. Имея за плечами немалый боевой опыт, Яков Петрович был импровизатором. Он не боялся принимать нестандартные решения и действовать в соответствии с обстановкой. Его лозунгом был суворовский наказ. Быстрота и натиск, и никаких выжидательных позиций. Он всегда был впереди. Не раз сам успешно водил солдат в атаку. В бою в деревне Севошино, организовав не одно стремительное наступление, Кульнев так и не смог прорвать оборону превосходящих по численности армии противника. Он сумел остановить французов во главе с маршалом Удино, которые наступали в направлении Петербурга. В плен было взято 900 французских солдат и весь обоз. Однако за рекой Дриса авангард Кульнева закрепиться не смог. Удрученный неудачей, он слез с коня и шел в последних рядах отходящих войск. В это время его и настигло вражеское ядро. Тяжело раненый, Яков Петрович нашел в себе силы попросить снять с себя все награды, чтобы враг не узнал, что в бою был убит русский генерал. Его последние слова были следующими. Друзья, спасайте Отечество, не уступайте ни шага земли, вас ожидает победа. Однако французы быстро узнали про смерть знаменитого русского полководца и спешно рапортовали об этом императору. Чуть позже Наполеон в одном из писем Джозефини написал «Кульнев, один из лучших генералов кавалерии, убит». Трехдневное сражение под Клястицами стало первой победой русских войск над французами. Известие об исходе этого сражения быстро разнеслось по всей России. Лишь смерть генерала Кульнева омрачала радость победы. Гродненские гусары с воинскими почестями похоронили своего командира на том месте, где он пал в бою, у деревни Севошино при впадении реки Нищев-Дрису. По решению Николая I в 1830 году на месте гибели генерал-майора Якова Петровича Кульнева был установлен памятник. На нем высечены слова русского поэта Василия Андреевича Жуковского из стихотворения «Певец восстаний русских воинов». Брат Кульнева, Михаил Петрович со своей женой Лаурой Николаевной после 20-летних хлопотов добились разрешения перезахоронить тело Якова Петровича в их родовом имении Ильзенберг, это территория современной Латвии. Над могилой героя в 1833 году была воздвигнута и освящена церковь во имя скорбящей Божьей Матери. Храм стал украшением скромного фольварка, местом паломничества многочисленных поклонников Кульнева. Имя Кульнева после смерти не было забыто. В 1824 году Гродненский гусарский полк, которым командовал Яков Петрович, стал именоваться Клястецким. В 1909 полку на веки было присвоено имя генерал-майора Кульнева. В 1910 году Полоцкая учительская семинария стала носить имя генерал-майора Кульнева. Сохранился до наших дней памятник, установленный в 1830 году. О последнем сражении с участием Якова Петровича рассказывает и экспозиция Краеведческого музея города Полоцка. Имя бесстрашного генерала в 1962 году было присвоено и одной из улиц древнего белорусского города Полоцка, за которой проливал свою кровь неустрашимый генерал Яков Петрович Кульнев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова